всем привет кто будет смотреть меня записи и всем привет кто присоединяется пока вы присоединяетесь я попробую написать темой привет ксюшенька привет привет дорогая так как же тему написать ксюшенька знаешь как написать тему то есть нужно писать комментарии как я потеряла женственность а я поставлю как-то там закрепить может быть знаю что такая функция есть потому что я сама не знаю как написать так может освещение посетее сделаем всем привет всем привет как я рада вас всех видеть я давно не выходила в эфир и вот где-то неделю назад олечка чала не говорит фаина давай выйдем в эфир я говорю давай понятия не имею пишет ксюшенька ну понятно ладно очка может присоединиться может быть она знает как это сделать сейчас еще раз попробую так попробую что у меня получится полечка привет я пытаюсь написать тему не знаю как это делается может быть ты знаешь так в общем я не знаю если кто-то знает как написать тему напишите тему я попробую ее закрепить ну что мои дорогие хорошие я думаю что уже ждать остальных не будем я наверное вас заинтриговала сегодня о тема как я потеряла женственность отлично так как мне ее закрепить где-то я слышал что нужно нажать на комментарий но я нажимаю но не скрепляется ну ладно может быть я научусь когда-нибудь в эфире выхожу редко и уже даже забыла как пользоваться хотя про тему я и не знала на самом деле масочки вот сегодня поискала посветлее потемнее так вот заинтриговала наверное я вас своим названием сегодня эфира да как я потеряла женственность и но нам не так пришло спонтанно и я подумал да заинтригу и и расскажу на самом деле это будет очень полезно расскажу свою историю как я жестами свою потеряла и как я ее нашла восстановила и и теперь помогаю уже вот много лет эту женственность женщинам восстанавливать давайте так я сначала представлюсь для тех кто со мной не знаком меня зовут фаин целаусова я женский психолог эзотерик лайф коуч ведущие онлайн теперь уже онлайн раньше я вела оффлайн живые тренинги 13 лет теперь уже вот где-то около года наверное я уже веду онлайн тренинги такие тоже достаточно длительные и что еще рассказать про себя мне 45 лет я замужем уже 28 лет но не так все было гладко у нас то есть нас был развод и потом снова мы сошлись это как раз вот в тему про то как я потеряла женственность это будет там же у нас есть сын ему 23 года будет 30 апреля в общем так это если коротко вот кто со мной не знаком если захотите узнать поподробнее то в актуальном там есть такой кружочек написано обо мне можно там что-нибудь почитать ну что интересно вам такая тема сегодня девочки олечка я надеюсь сейчас присоедини чуть чуть попозже так нажми на комментарий мой и удерживать да я так и попробовала нажимаю и держу а дальше что должно что-то появится ну вот я держу очка и и почему-то ничего ну да ладно ну что когда мне было 17 лет я вышла замуж ну как вышла замуж я стала жить со своим мужем и ну где-то в 20 лет мы уже сыграли пышную красивую свадьбу такую прямо которой я мечтала и где-то уже к концу двадцатого моего года я открыла свой первый бизнес это к истории как я потеряла женственность вот с этого момент не с момента замужества я потеряла женственность а с момента того как я открыла бизнес я потеряла женственность как это конечно это происходило ну не сразу и я это заметил только наверное лет через семь что что-то со мной не так и брак мой брак да именно брак мой рушится хорошее слово браком не назовут да вы представляете что у нас написано свидетельстве о заключении брака заключение это заключенный брак это ну негодное дело какое-то да как можно было придумать вообще такое такой документ да о заключении брака что типа раз мы заключили себя в какое-то негодное дело ну что такое брак да брак это что-то что-то не не соответствующие стандартам каким-то ну то есть если на производстве каком-то так вот когда я начала вести но открыла свой первый швейный бизнес это был швейный ателье назвала его фалина и я очень гордилась тем что я такая вот молодая предприниматель я создала там рабочие места обо мне там писали в газетах снимали на телевидении поздравляли в правительстве причисляли там к к числу золотой молодежи и награждали всячески там на разных например на праздники день молодежи там или еще на каких-то слушая там разные конференции с кириенко в общем я была я была звезда и я очень сильно этим гордилась и мое замужество отошло у меня на второй план почему потому что нас с детства в школе до приучали к тому что ну самое главное это достичь успеха в жизни никто нам в детстве не говорил о том что самое главное это стать хорошей женой хорошей матерью прекрасной женщины и вообще что такое быть женщиной мы не знали да мы знали что женщина это мать то есть женщина это образ нашей мамы который пашет на трех работах и но в моем случае да и мы знали что женственность это платье юбки сережки и каблучки и и накоточки ну например да в моем понимании как я вот видела эту женственность и в школе нас в основном ориентировали на мужские достижения как жить в мужском мире такое но ощущение как будто бы это совершенно мужская школа а заметьте до революции были как называется института благородных девиц да и вообще мужское женское образование было отдельно когда-то давно и я считаю что это правильно потому что мы абсолютно разные очень сильно отличаемся от мужчин и у нас очень разные приоритеты в жизни должны быть исходя из того что мы внутренне вообще по-другому устроены да вот не зря книгу написал эл грей мужчины с марса женщины с венеры и вот я начала заниматься бизнесом потом открыла второй цех потом третий цех и я решала задачи мужскими способами вот если бы сейчас я открывала бизнес я бы это сделать совершенно по-другому то есть я гналась за успехом я гналась за тем чтобы заработать денег потому что мне нужно было заплатить за аренду мне нужно было заплатить зарплату хотя я занималась делом который мне очень нравится поэтому я не гналась за деньгами чтобы у меня их было много для меня было важно заплатить за аренду заплатить зарплату но мне уже сколько останется но при этом мне приходилось находиться в каких-то крысиных бегах и приоритеты и ценности были такие больше выше как там выше быстрее да и таким образом я очень сильно становилась такой жесткой я становилась в таком мужском состоянии и мне приходилось решать задачи ну проблема не называется мне люблю их называть задачи да я даже слова проблему уже уже много лет не произношу но если на понятном языке объяснять то да мне приходилось решать проблемы я их решала мужскими способами теми способами которые я видела ну как бизнесмены да то есть я считала я прошла курсы бизнес вумен да я считала себя бизнес леди на самом деле я была бизнесменом то есть я по-мужски да все делала по-мужски и что происходило с моими взаимоотношениями в этот в этот же период я забеременела то есть у меня где-то вот год уже был бизнес или полгода полгода наверное да я забеременела потом я родила ребенка уже с четырех месяцев мой ребенок был сначала с бабушкой мы ее с работы уволили платили ей зарплату и она сидела дома с ребенком и где-то с года там полтора у нас появилась няня профессиональная гувернантка и то есть мое материнство как вы поняли отошло на второй план то как быть женой как быть матерью еще раз да потерки в нас это мы не учили поэтому я думаю что само собой разумеющийся ну я жена и жена в общем то я ушла замуж значит я жена и я больше ни о чем не задумывалась что какой нужно быть женой поэтому и взаимоотношения с мужем тоже начали очень сильно портится и я перестала вкладывать энергию своего мужа и у него дела шли все хуже и хуже именно с момента того как я открыл свой бизнес до момента как я открыла свой бизнес у моего мужа дела шли просто супер классно идеально и на его деньги я открывал этот бизнес но чем больше я углублялась именно вот то есть я поставила на первое место свой бизнес и на втором месте у меня был ребенок потому что ему тоже нужно внимание уделять на третьем месте у меня был мой муж и и все рушилось конечно же и с мужем взаимоотношения рушились с ребенком они не рушили с ребенком взаимоотношения да но я думаю что ему не хватало материнской любви и ласки и внимание и именно совместного времяпрепровождения может быть любви и ласки хватало я его любила там потетёскать и с рук не спускал даже а я думаю что совместно проведенного времени ему не хватало и таким образом дошло все до развода в итоге я закрыла бизнес и я потом развелась с мужем в общем я все разрушила и все разрушила именно потому что я использовала своей жизни мужские энергии двигалась знаете это как поставила лестницу никто и стене и карабкалась вверх успеху не знаю к чему к важности к значимости потому что это то чему нас приучали с детства да то есть нам объясняли что самое главное это достичь успеха в жизни до получить образование достичь успеха в жизни и вот именно к этому к этому я и стремилась в итоге я ничего не получил от этого только одни минусы и и затем мне пришлось познавать себя заново как женщину принять в себе свою женственность полюбить в себе свою женственность и только потом я смогла восстановить свои взаимоотношения с мужем и построить идеальные красивые вот как сейчас мне нравится наши взаимоотношения и вот в этих взаимоотношениях мы уже находимся 10 лет то есть после развода как вот мы снова сошлись уже 10 лет прошло и я до сих пор конечно вкладываюсь в эти отношения теперь я уже знаю как да и я думаю о том что если бы каждую девочку в школе обучали тому как быть женщиной как быть женой как быть матерью и как в то же время быть успешной да мы не отодвигаем успехи я не хочу сейчас своей истории рассказать о том что девочки не надо открывать никакие бизнесы бизнес открывать можно и но это даже не бизнес нужно открывает а нужно заниматься делом своей души я бы даже не назвала это бизнес делом своей души заниматься обязательно важно и нужно сегодня у нас еще в эфире будет сейчас ее на supplements и сейчас мне помажем я не до конца сейчас расскажу свою историю да Хочу подключить Олечку, чтобы Олечка рассказала тоже свою историю. И каждый из вас, вот сейчас, слушая меня, слушая Олечку, наверняка каждый из вас заметит и какую-то вот... Ну, вспомнит какую-то свою историю, может быть, схожую с моей или схожую с Оленой историей. Вот сейчас Олечка присоединится. Привет, моя дорогая. Всем добрый вечер. Рада тебя видеть, как всегда. Я тебя рада. Не прошло и полгода, как мы снова в эфире. Да. Олечка, расскажи, пожалуйста, нам о себе немножечко. Ты знаешь, я написала, значит, в анонсах, как я потеряла женственность, а ты написала, где я потеряла женственность. Мне стало очень интересно. А муж мой говорит, когда я прочитала, а, или я когда сториз записывала, да, он шёл рядом, я записывала сториз, и он говорит, мне, говорит, послышалось, где я потеряла девственность. А, как я потеряла девственность? Я говорю, а Олечка где потеряла девственность? Я думаю, что женственность и девственность очень даже похожи, да? Потому что, ну, и то, и другое, это наша честь и достоинство, что наша женственность, что наша девственность. Поэтому я говорю, ну, тебе послышалось, наверное, правильно. Ну, красиво. Да. Да, я думаю, сейчас ты немножечко расскажешь, и потом мы что-нибудь с тобой вместе подытожим, да, какие свои уроки мы извлекли из этого, что нет худа без добра, и что всё, что делается, всё к лучшему, чтобы, ну, как бы не сложилось у наших сейчас слушателей такое впечатление, что как будто бы вот мы сейчас сожалеем о том, что мы, как я потеряла, да где ты потеряла, да, что, ну, я лично не сожалею об этом, я думаю, ты тоже не сожалеешь, потому что, ну, это наш опыт жизни, наша мудрость, которая нас привела к чему-то большему и лучшему, что мы сейчас имеем. Да, всем ещё раз добрый вечер. Я представлюсь для тех, кто, может быть, не знает. Я ученица и последовательница, если разрешишь так назвать, Фаина, да. Фаина — это человек, который открыл для меня действительно ну, вот была школа, да, а это какая-то новая школа действительно для меня, какой-то новый институт женственности, благородных девиц, как хотите это назовите, но действительно с момента нашей встречи мой мир вообще перевернулся, то есть перевернулось моё представление о женщинах, вообще, кто я есть, да, то есть я поняла, что я до этого была какой-то вообще средний род, который бери больше, кидай дальше, и желательно сильнейший, чем мужчина. Да-да-да, переплюнуть мужчин. Я росла с братом, мой брат был на три года старше меня. На самом деле, женственность я себя начала терять не тогда, когда вот я бизнес открыла. Я как раз хотела это потом рассказать, о том, что ещё в детстве, когда я соревновалась с братом, и когда я ему завидовала, я думала, блин, почему я не мальчик? Вот если бы я была мальчиком, блин, так классно было бы. Вот это «Бойтесь своих желаний», да, называется. И я начала приобретать вот эти вот мужские качества, соревнуясь с ними. И ты правильно сказала, что нам хотелось как-то вот ещё лучше доказать им что-то. Да я не второй ссор, да я могу быть лучше и круче. Да, и если сейчас действительно об этом говорят очень много, на тот момент, когда мы с тобой познакомились лет 7 назад, там 8, да, для меня это вообще как будто открылся в другой мир, и, ну, действительно перевернулось всё в голове. Самый, наверное, главный для меня был инсайд, поделюсь вот своим ощущением, своим опытом, это когда мы писали плакат, и сейчас тоже в моём тренинге вот есть благодаря тебе, когда мы писали мужские качества, да, и женские, и у меня вообще тогда просто было такое осознание, что я всю жизнь, получается, там, 20 мне с лишним было лет, я стремилась быть мужчиной. То есть я хотела быть амбициозной, я хотела быть сильной, я хотела быть уверенной, и там, я не знаю, хотела всего добиваться, да, то есть действительно, когда ты спрашиваешь, а ты бы хотела быть с таким мужчиной, я говорю, да, я бы хотела быть с таким мужчиной. И в этот момент что-то переключается. И, наверное, основное утверждение такое, да, которое было, женщина оценивает по тому, какая она, да. И когда я поняла, что моя лёгкость, моя нежность, моя какая-то уязвимость, может, даже где-то, да, моя эмоциональность, всё, за что там ругали в детстве, говорили, когда не плачь, не проявляйся, не проси, там, и так далее, то есть это всё классно оказывается, на самом деле, и мне вообще не надо стремиться вот там в тот список, да, к тем мужчинам, у меня просто как будто, знаешь, гора с плеч упала, что мне не обязательно быть такой, я вообще цена другими качествами, и вообще я другая, мне не надо туда, у меня как будто, знаешь, какая-то ответственность сошла с меня, что, фух, слава богу, всё со мной нормально, мне надо вообще... Да, нам, сам это интересно, что нам кайфово в нашем женском состоянии, мы когда вот, ну, это со школы, да, то есть вот мы в мужские качества переходим, и начинаем как вот белка в колесе, и мы такие уставшие, такие несчастные, и когда нам разрешают быть такой, который нам в детстве не разрешали, ну, реально нам в детстве не разрешали быть чувственной, быть нежной, никто нам в школе не говорил, что там, нам всё время думай головой, никто не говорил, почувствуй, да, и, то есть, все такие предметы были мужские, женские предметы мои самые были любимые, я их называю женскими, это рисование, музыка там, ну, рисование, музыка, ну, литература, английский язык, такие вот русский язык мне нравились. Что хотела сейчас сказать о том, что, когда ты сказала о том, что вот эти мужские качества и женские качества, да, что ты имя цена, на самом деле мы ими цены, и именно за эти качества нас больше всего любят мужчины, что им именно такая и нужна, а не такая, которая тоже как мужик, ну, если только он не гомосексуалист, и ему не нужен партнёр, да, такой же, как он. Ну да, либо если он слабый, и у самого этих качеств нет, такой женоподобный немного, то ему такая женщина вполне себе сгодится, поэтому девчонки, которые удивляются, почему ко мне притягиваются слабые мужчины, женоподобные, скорее всего, у вас больше как раз этих мужских качеств. Да, а он восхищается этими качествами, потому что у него их не хватает, то есть они у него неразвитые, и поэтому он смотрит на такую женщину и думает, богиня, какая она смелая, ух ты, как она смело высказывается, а как она ничего не боится, идёт и делает, а как она бизнесом рулит, о, она богиня, конечно, он восхищается, но тогда это мужчина такой будет, да, который, в принципе, такой женщине тоже не интересен. Да, да, да. Вот, и да, из моего опыта, наверное, для меня это было такое, потому что, ну, вообще, где я потеряла женственность, вот ты правильно сказала, что это было где-то ещё с братом, да, а у меня это было ещё где-то с папой, потому что у меня папа рос без родителей, он такое всего сам добивался, и он старался это всё привить мне. Соответственно, он меня воспитывал не как девочку, я понимаю сейчас, что он не знал даже, как меня воспитать, да, то есть он хотел, он даже меня там не защищал в каких-то ситуациях, и только вот к 30 годам я его спросила, говорю, а почему ты меня не защищал? Он говорил, а потому что я рано потеряла родителей, и я не знала вообще, ты справишься без меня, если меня нет, то есть у него вообще другая любовь была и другая картина мира. И я в этот момент... Это он так любовь проявлял? Да, да. То есть, но я понимаю, что у меня-то это осталось, что мне надо быть сильным, мне надо самой себя защищать, а если ты ещё там просишь деньги у папы, он тебя тоже не даёт, а ещё потом, говорит, ты будешь должна, иди вот сама заработаешь, и такое вот накапливается внутри, уже такая, думаешь, ну всё, я вам сейчас тут всем покажу. И я поехала в Москву, думаю, ну всё, сейчас я буду зарабатывать сама. И что я начала делать, когда я начала встречаться с мужчиной, и приехала в Москву, я всё, я всё себе покупала сама, мне было так круто, там, после города Омска, зарабатывать 30 тысяч своей, мне казалось, я просто богиня, я много работаю, я зарабатываю деньги, я сейчас буду всё платить пополам, ресторан пополам, отпуск пополам, квартира попала, всё, сейчас ещё накоплю ещё, и тебе отдам, ну то есть вот такое. И, кстати, ладно, хоть я до такого не докатилась. К сожалению, да, к сожалению, это, многие удивляются, да, почему мужчина это не оценил, но момент того, а как мужчина себя в этой ситуации чувствует, кто он тебе, друг, брат, кто, кто он тебе в этот момент, да, то есть вот эту роль женщины в отношении, наверное, главная ошибка, да, что мы забываем, и я вообще о ней даже понятия не имела, да, для меня роль женщины была, когда я выходила замуж, я поехала в Москву, мне подарили на работе кулинарную книгу, и всё, что я думала, надо делать в замужестве, это варить три раза в день еду, и чтобы дома было чисто, и, в принципе, если я это делаю, я супер-жена, вот, и когда я пришла на тренинг к тебе, и узнала вообще, что есть четыре состояния, что там надо мужчине давать какие-то там эмоции, я такая, что вообще, и когда мне, я поделюсь прям супер-личным, но это очень показательно, одна из причин, почему мы разошлись с мужем, да, он мне её, спасибо ему огромное, что он мне её озвучил, он сказал, ты не умеешь мечтать, ты не умеешь мечтать, а я такая, ну что, ой, я тут зарабатываю, я тут... А это, кстати, главная функция женская, мысль женщины приравнивается к действию мужчины, поэтому мужчины мечтать, они реально, ну так, не особо, да, то есть он пошёл и сделал, а у женщины именно вот эта функция волшебницы мечтает, то есть она загадала, подумала, и эта сила приравнивается к действию мужчины, представляешь? Да, 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 так, ну он мне тогда указал на это качество, и я ему очень благодарна, потому что сейчас я уже свою мечтательность развила до такой степени, что мужчина мне говорит, иногда остановись, горшочек перестать варить, вот, да, и вот такие вещи, казалось бы, очень тонкие, но они такие важные, и мы на них не обращаем внимания, это всё про женственность, это всё про женские качества, да, про творчество, вот я недавно тоже проводила эфир, там сказали, отношения — это творчество, да, очень крутая фраза, да, допустим, отношения — работа — это одно, а отношения — творчество, как мы можем творить, да, что-то создавать в отношениях, если мы в мужском состоянии, из головы не чувствуем, это невозможно. Отношения — работа не мотивирует, да, то есть над отношениями надо работать, никак не мотивирует, а вот то, что отношения — это творческая, игра, вот я всегда называю это игрой, вся жизнь наша игра, мы играем, в отношениях мы тоже играем, и мы там что-то фантазируем, и все свои состояния, вот ты говорила о том, что, ну, я хотела как раз добавить про то, что оказывается не только женщина должна быть хозяйка, там четыре состояния, да, потом я вывела систему уже семь состояний, которые я отдавала вам на второй ступени, да, это, то есть я тоже раньше думала, что женщина — это хозяйка, да, а хозяйка кто такая? Я думала, что хозяйка — это та, которая моет убирает, стирает, готовит, а на самом деле хозяйка — это уровень первой чакры, это женщина, которая держит пространство, это женщина богатая, потому что, то есть она умеет, она плодородна, она умеет, ну, это богатство создавать, она любит свой дом, любит своё пространство, а раз она любит свой дом, её дом всегда полной чаши, это всегда богатый дом. Когда женщина не любит свой дом, у неё не только домом-бардак-беспорядок, у неё и мебель там будет недорогая, да, то есть не будет каких-то дорогих, уютных, хороших, качественных вещей, потому что она не очень любит свой дом. То есть хозяйка это не только, которая стирает, убирает. Ну а про остальные состояния, нам вообще, ну как бы, что женщина ещё и любовница, что она ещё и королева, что она ещё и муза, что она ещё и волшебница, и жрица, и ясновидящая, и богиня, это, конечно, вообще, когда я это открывала всё, у меня всегда были вот эти вот такие шоковые инсайты, как вот ты говоришь, что когда я там плакат вам показывал, да, там какой-то яркий инсайд, у меня вот эти инсайты были на протяжении там нескольких лет, поэтому мне так рьяно хотелось этим всем делиться с женщинами, и, как ты помнишь, наверное, когда я начинала вести тренинг, остановить меня было невозможно, то есть тренинг должен был там закончиться в 10, а мы заканчивали в 12 и в час ночи, потому что мне хотелось так много всего рассказать, и благо сейчас онлайн-курсы, да, и я могу спокойно, не спеша, не пытаясь в три дня всё влить, да, в женщин, спокойно, не спеша всё рассказать, и мне так это нравится сейчас. Я сейчас тоже кайфую от онлайна, даже не ожидала, знаешь, что может происходить такой энергообмен. Это просто... Да, да, я тоже думала, что вы уже любые только. Да. А на самом деле, в связи онлайн можно также всё передавать, и энергию, и чувства, и знания, и практики. Да. Но вот есть такой момент, знаешь, Фаин, когда я в это всё погрузилась, да, и вот тот момент, да, когда мы возвращаем эту женственность, потом её очень сложно и в отношениях-то вернуть, знаешь, грубо говоря, отдать яйцо мужчине обратно, которое ты у него забрала. Он уже ему комфортный, и так было. И вот этот момент перестройки, его очень многие девушки боятся, потому что, ну, они становятся такими неудобными, да, вроде как. Она всё делала за него, всё там старалась, и тут она такая решила, что всё теперь будет по-другому. Неудобное за него, это кто так думает? Кто так думает, что вот пишет брюнетка милая, тебе комплимент. Спасибо. Она так думает, что она теперь ему неудобная, а может быть, на самом-то деле, он наоборот просто счастлив, ну, по крайней мере, многие мужья, которые, видно, мне писали и говорили, жёны которых пошли, бывало такое, что мужчины звонили и покупали, ну, у моего организатора, покупали сертификат своей жене, говоря о том, что мне мой там друг или коллега по работе сказал, что у него жена сходила к Таине на тренинг, и он теперь просто вообще счастлив, и он бежал покупать сертификат и дарить его жене. А жена потом такая приходила, такая садилась на стульчик, такая, что это мне тут муж подарил, да, что это, ну, то есть приходит на тренинг. Нет, это здорово, у меня тоже такие происходят моменты, когда мужчины покупают сразу пакет VIP, ты знаешь, там, на онлайн-курс, и у меня же курс про любовь к себе, а я стараюсь преподнести. Вам подарили путешествие к себе, то есть не то, что иди в любовь к себе прокачивай, а такое путешествие к себе, да. Поэтому вот это вот то, что неудобное, это просто, опять же, женская фантазия, какое-то убеждение, которое нужно выгружать, если так думать, что я стала неудобной, а у мужчины, наоборот, крылья вырастают, ну, если реально нормальный мужчина, если, конечно, вот, как ты говоришь, женоподобный, у меня просто не было опыта жизни женоподобным мужчиной, поэтому вот таким опытом я поделиться не могу, да. И вот, например, у тебя такой крутой опыт, когда ты говорил о том, что там счёт пополам, путешествие пополам, да, что у меня такого крутого опыта, как у тебя, тоже нет. Представляешь? То есть насколько ты, у тебя круче опыт. Но я ещё от этого кайфовала, знаешь, но у меня произошёл потом такой немного перекос, наверное, потому что я была вся такая мужская, я контролировала расходы, я там записывала всё там в табличку Excel и так далее. Вот. Но при этом, кстати, как это происходит, интересно, да, когда вот этот симбиоз, или как взаимодействие, да, мужчина и женщина, когда ты вот такая вот вся структурная, очень правильная, то мужчина такой в полёте, у него всё классно, вот. и наоборот, когда ты очень женственная, очень такая творческая, всё там придумываешь, мужчина тогда берёт ответственность на себя. И вот, наверное, вот этот момент я очень прочувствовала, когда я стала более лёгкой, я увидела, как поменялся мужчина, то есть, в принципе... Один и тот же плечо. Да, один и тот же. От моего поведения, да, я его не меняла, я ему ничего не говорила, просто поменялось моё поведение, поменялось его отношение, да, и его представление, наверное, о том же, о своих обязанностях и так далее. И это тоже очень... Да, есть вот такая... Прямо видела, я это прочувствовала, как это происходит. Есть же такая история, она и в интернете была, и везде о том, что встречаются две женщины, жена и любовница. Ну, так случилось, что вот они встретились, и, значит, любовница начинает рассказывать жене, о её муже, получается. Да он такой классный, да он такой замечательный, да он такой щедрый. А жена говорит, в смысле он классный, в смысле он щедрый? Да, конечно, щедрый. Смотри, вот колечко мне подарил, вот шубку мне подарил, вот, значит, вот на путешествие. Тут он мне постоянно цветы дарит, тут он меня, значит, раз в неделю в рестораны водит, у жены глаза на лоб, да, в смысле, то есть, и она вспоминает, что мне так, он цветы дарил только один раз, когда, и то, когда хотел там меня поближе узнать, так, шубу он мне обещал, так и не купил, кольцо он мне тоже несколько раз показывал, какое он мне купит, но так и он мне его не купил. Потом, значит, опять любовница рассказывает, а представляешь, какой он храбрец, что вот он меня защищает, и тут, и там, и вот он это делает, то есть, она рассказывает, я уже не буду там эту длинную историю рассказывать, да, она рассказывает историю, то есть, две женщины рассказывают об одном и том же мужчине совершенно разные вещи, да, то есть, жена говорит, что он скупец, любовница говорит, что он щедрец, жена говорит, что он там, ну, в общем, абсолютно разные вещи, и получается так, что один тот же мужчина проявляется с разными женщинами по-разному. И это действительно так. Как мы себя ведём, так к нам и проявляется мужчина. Да, поэтому, наверное, от меня рекомендация такая для девушек, если они чувствуют, что не хватает в мужчине мужских качеств каких-то, посмотрите, где вы себя проявляете как мужчина, и где вы даже ему поле не оставляете для деятельности, чтобы он проявил себя как рыцарь. Да, причём я хочу отметить, что от мужских качеств мы ни в коем случае не отказываемся. Они внутри нас есть, и когда они нам нужны. Можно я вот, да, начала, кстати, про эту тему говорить, и я настолько погрузилась в эту женственность, то есть меня перекинуло вот вообще в этот полюс, я такая, знаешь, как бы ручки сложила, а всё будет, как-нибудь что-то произойдёт, и я где-то, наверное, потеряла вот эту мужскую связь, вот ответственность какую-то. И сейчас вот тот период, когда я прям вот стараюсь это вот балансировать, да, и я попробовала и одну сторону, я попробовала и другую, теперь у меня, наверное, этап мой сейчас, да, познавание всегда, чтобы это всё вот красиво соединить и в этом быть. Вот. Это, знаешь, когда происходит, когда женщина очень сильно истосковалась по женскому состоянию, и ей прямо хочется в него погрузиться и прямо вот раствориться в этом состоянии, прямо вот искупаться в этом состоянии. Тогда да, то есть в любом случае этот период нужно было пройти, то есть из одного в другое, сначала полностью, да, то есть из одного полюса в другой, а потом уже, когда тут ты уже всё знаешь, тут ты тоже сейчас уже искупалась, уже насладилась, и потом ты уже можешь их спокойно соединять, эти два состояния, и уже гармонично внутри себя сочетать. И, наверное, знаешь, какой вопрос очень часто попадается мне, да, то есть как вот женского состояния, если я одна, вот я думаю, что всем будет интересно, да, вот как я могу быть в женском состоянии, если вот я одна в семье, там, и она мне ещё, например, ребёнок, да, мне надо зарабатывать и за квартиру платить, и за то, и за то, какое тут вам женское состояние. То есть прям женщина агрессирует в этот момент очень сильно. Если сможешь это описать как-то, мне кажется, это для многих такой момент больной. Ну, понятно, что когда женщина одна живёт, то ей нужно использовать и мужские, и женские качества, но опять же, не нужно уходить в совсем мужское, да, вокруг очень много мужчин, которые могут ей помочь. То есть, ну, для чего ей нужно мужские качества, да, допустим, если ей нужно зарабатывать деньги, но зарабатывать деньги можно и из женских качеств, не обязательно там пахать и, ну, как бы через себя переступать, да. Здесь очень важно заниматься делом своей души, которая будет приносить доход, но даже если не получается заниматься делом своей души. В любом случае найти такую работу, которая будет, хоть всё равно она должна удовольствие приносить. Вот хоть как ни крути, нужно найти, изобретать наискайпе. То есть не нужно сидеть на той работе, которая вот просто приносит деньги, потому что это будет называть жёсткими. То есть женщина, она обязательно в условии, она должна находиться в удовольствии. А когда она в удовольствии, ей весь мир помогает. То есть очень много мужчин, которые захотят ей помочь. То есть здесь нужно смотреть точно, смотря что нужно, да, конкретно. То есть если ей нужно, чтобы ей там кто-то сумки донёс, всегда найдётся тот, кто сумки донесёт. Если ей нужен кто-то, чтобы колесо поменял на машине, всегда найдётся кто-то колесо поменяет. Если ей нужно, ну даже и бывает такое, что очень часто женщины живут, и им всегда помогают какие-то мужчины. И это я не говорю, что там любовники обязательно, да, и деньгами помогают, и всем чем угодно помогают. Потому что, ну, женщина, она когда в женском состоянии, она такая вся цветочек, и все хотят о ней заботиться. Даже другие женщины начинают о ней заботиться. То есть здесь, опять же, одно из женских качеств – это доверие к миру. Если мы не доверяем, начинаем суетиться, беспокоиться, мы входим в мужское состояние, и начинаем из мужского состояния жить, и вот это вот, опять вот эта гонка, да. Если мы, ну, как бы доверяем, понятно, что может быть, если женщина там, она одна живёт, и, то есть уровень жизни у неё может быть не такой, что там она себе Бентли, может быть, ну, не сможет купить, да, то есть, и если она будет стремиться именно заработать деньги, прямо вот много денег, чтобы там, ну, такой себе уровень поддерживать, там, я не знаю, какой-то, опять же, это гонка, это же система наша так устроена, что мы гоняемся за иллюзиями вот этого богатого там лакшери мира, да, и просто себя изнашиваем, и мужчины себя из этого изнашивают, и женщины. По большому счёту, человеку, вот даже многие сейчас, живя на карантине, понимают, что ценности-то, это не в брендовых шмотках, и это всё приятно, да, хорошо, у тебя есть ли средства, ты можешь это всё себе покупать, просто, ну, это, опять же, игра, да, но это не главная ценность жизни, главная ценность жизни, как, ну, нас ещё учили бабушки, это всегда здоровье, да, гармичное состояние, чтобы дом был, дом, чтобы был уютный. Подожди, секунду, закрою окно, тут у меня шумит машина, вот, подумала. А я пока почитаю, я тут пока рассказывала, не почитала, так надо понимать, что дома она женщина. Вот это, кстати, да, вот очень интересный комментарий, тут надо понимать, что дома она женщина. Я сейчас расскажу пример, например, если вы женщина-руководитель, да, то есть вы женщина-директор, и как вот, ну, многие женщины ко мне приходят на тренинги, которые такие успешные бизнес-леди или директора, там, руководители чего-то, и они говорят, а как мне вот переключаться? И вот для примера, я только приведу пример, приведу такой пример, что, чтобы переключиться, женщине нужно понимать, что в доме мужчина главный, в плане, что он хозяин, она хозяйка, он хозяин, и он мужчина, он главнее, да. Это то же самое, как, например, если вы директор какого-то предприятия, но у вас есть еще генеральный директор, да, вы управляете на работе своим предприятием, а приходите домой и понимаете, что дома у вас генеральный, и все, и вы перед генеральным уже себя ведете как положено, как женщина. Знаете, многим, конечно... Мне еще нравится пример, когда, ну вот, некоторым женщинам действительно сложно отдать вот эти нервы правления мужчине, ей надо все контролировать, это гиперконтроль, вот. Но если представлять себе там не то, что она ниже, некоторые вот неправильно понимают, женственные, что это подчиняться, это все делать как мужчина, и так далее. Нет, вы королева, он король, и как бы вы на равных, да, то есть, ну, параллельных... Просто вы не командуете. Просто вы им не командуете. Здесь очень важно, да, понимать, что не то, что там он главный, я ниже, да, ты правильно отмечаешь, да. Здесь нужно понимать, что я женщина, я не командую, но все мои желания исполняются. Именно тогда женщина, все, что она хочет, все, что ей нужно, получает без войны, то есть без сопротивления. И мужчина такую женщину очень сильно ценит, и он готов исполнять все ее желания. И он не спрашивает, что ты хочешь, дорогая. Даже не спрашивает, она сама говорит, что она хочет. И вот здесь, да, ну вот это на уровне теории это не понять, это нужно именно в практике чувствовать. Потому что, да, можно много чего рассказывать и говорить, и у многих женщин сразу несут сопротивление. Да вот, да, я сейчас буду ему тут подчиняться, да, не нужно подчиняться мужчине, то есть прямо вот быть там, как раболепие вот этого, как мусульманские женщины, да, или там вот арабские женщины. Конечно, нет. Здесь важно понимать, что у нас есть состояние королевы, состояние музы, но просто командовать не нужно мужчиной. И он тогда все сделает. И опять же, сила женщины в ее нежности, в ее женственности, то есть она, все, что ей нужно, она просит ласково, просит нежно мужчину, да. Ну, это то же самое, представьте себе, например, вы занимаетесь любовью, сексом с мужчиной, начинаете им командовать, да, и говорит, так, 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 давай, давай, быстрее, так, ага, теперь вот поглубже, теперь давай вот, ага, помедленнее. Ну, я думаю, что вряд ли мужчина захочет, если она так будет прямо еще командным голосом, да, если она ему просто скажет нежнее, глубже, быстрее, тогда я думаю, что мужчина с удовольствием будет слушать ее, да, женщину. Очень важно женщине разговаривать женским голосом, чтобы в ней вот не было стали вот этой в голосе, вот этой жесткости. Ну, это реально, ну, в одном эфире ты мне не расскажешь, конечно. Знаешь, я, наверное, для картинки более яркой приведу такой пример, я была тоже на одном тренинге, и там нужно было вообще пойти к мужчине и продать книгу, которую ты вообще не читал, ну, то есть ты вообще не знаешь, что делает мозг, он начинает сначала сопротивляться, то есть у меня изначально было, ну, да, маркетинг, свои книги продавать, я это делать не буду, я сама маркетолог, я все знаю. Потому что я думаю, ну, ты же боишься, ну, давай, попробуй. И смысл был в том, чтобы продать эту книгу именно из женского состояния. И для меня, я понимала, что я не знаю, что там написано, я вижу только обложку и название книжки, все, ну, то есть, как я ее продам, кому, что. и я еще выбрала для себя, что я думаю, я пойду к такому статусному мужчине, потому что статусные, они более такие, как сказать, готовые на все, знаешь, рисковые, да, такие, они больше такие поступки, наверное, поймут, я так подумала для себя. Вот, и я подхожу, абсолютно. А ванчуру такую, как бы они почувствуют ванчуру и захотят в нее поиграть. Да, 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 и я подхожу просто к мужчине, он там на Пошка Ени, стучу ему в окошко, и абсолютно из женского состояния, то есть из мужского я подошла, так, нам нужно поговорить там, мы что-то такое, мы начала им рационально говорить, а я с такими глазами вообще. Помогите мне, пожалуйста, мне очень важно, я честно даже не вспомню, что я говорила, но я говорила, что вы мне сделаете очень счастливой, если вы сейчас меня выслушаете, если я к вам подошла, значит, вы именно тот мужчина, который мне нужен сегодня, и это все не просто, я там ему что-то такое наговорила, он говорит, а что вы хотите? Я говорю, купите мне, пожалуйста, книгу. Он такой, а что за книга? Я говорю, не знаю, если я к вам подошла, значит, она вам очень нужна. Он говорит, а сколько она стоит? Я говорю, вы, мужчина, вы чекаете. Он просто вот так молча достает из кошелька деньги, отдает их мне, забирает эту книгу. Я такая говорю, вы меня сделали замы счастливой просто. Он весь бордовый, сидит в своем каене, довольный с этой книгой. И после этого я вышла, наверное, и у меня было ощущение, что у меня вообще выросла просто такая корона, да, я поняла, что я женского состояния могу сделать очень многое. Жалко, что я иногда об этом забываю, да, и опять включается мозг, и мы начинаем профессионально нелогично. Как женщине жить одной, да. Как я попрошу, что он подумает, что он скажет, вообще я ничего не знаю. И вот это нас тормозит очень сильно. То есть, если бы, если подходить из состояния женщины, женщина мужчина не обидит никогда. Вот, а если она подходит в состояние мужчины, то хочет. Был вопрос, да, как был вопрос, как женщине жить, вот одной, как ей зарабатывать, кормить ребёнка. Ну, ведь ты же продала из женского состояния книгу. Вот так же из женского состояния женщина зарабатывает кучу денег разных. Я сказала для себя, что, блин, я выживаю в любой ситуации. Да, вот тут был вопрос, я пропустила по поводу того, что, да, Оля, а, Оля, это как ты давала нам задание покормить мужчин и женского состояния на улице. О, раскрывают! Раскрыли наши тайны, да? Да, да. Да, это примерно такое упражнение. Вообще, кстати, да, это очень интересно. Я тоже, когда проходила поучинг, куда-то вот подходить к мужчинам, мне надо было задавать вопросы. Когда ты подходишь из ума, и у тебя там какая-то рациональная, короче, идёт там просто от мозга, да, ты это делаешь, ничего не получается. Когда ты это делаешь, когда я там вот просто на лайте, в кайфе, вообще ничего не ожидаю, вообще всё себе позволяю, то всё получается. Вот здесь на эфире сейчас есть Ксения, Ксенечка, отзовись, пожалуйста. Это очень красивая женщина, которая, вот я сейчас про покормить мужчину, очень красивая женщина, ну просто королева, просто вот все мужчины от неё прямо вот в полном восторге, да, и когда ей нужно было выполнить это задание, вот по поводу покормить мужчину, да, я ей дала это, ну, дала на тренинге им это задание, это было много лет на зоне, она думала, ой, да, сейчас легко. И каково было её удивление, что, Ксения, если ты здесь, напиши, пожалуйста, что-нибудь, как у тебя это происходило? Каково было её удивление, разочарование, гнев и злость, когда она пришла и говорит, гады, они не едят у меня с рук, а другие девушки такие, которые вот, такие серые мышечки, такие тихие, спокойные были на тренинге, они все готовы, я этого покормила, того покормила, я трёх покормила, другая там я двух покормила, и каково было удивление. Ксенечка, если ты здесь, расскажи, пожалуйста, вот вначале она была здесь, ну, не знаю, может, постесняется, но это действительно вот, это не о том, что вот я такая вся красивая, и сейчас я запросто вот пойду и, а причём она не только красивая, у неё ещё и три высших образования, по-моему, два из них с красным дипломов, и вот это мешает, которые вроде как бы очень красивые, очень смелые, уверенные, но настолько такая гордыня, чтобы подойти и что-то попросить, помогите мне, пожалуйста, там, и так далее, то есть очень много девушек, которые можно это сделать. Она подходила и даже уговаривала, понимаешь, она подходила и их даже уговаривала, но они, ну, боялись её, что ли, ну, потому что, во-первых, она такая вся, такая вся роскошная, красивая, и, может быть, она так это преподносила, как-то вот, не вот так, наверное. Не знаю, если бы она сейчас написала. Дело, раз мы тут про бизнес по-женски, я тоже раньше была, кто не знает, маркетологом, пиарщиком, работала в большой компании, бренд-менеджером, вот, и потом я очень резко поменяла деятельность, благодаря Фаине, Фаина мне позвонила, предложила выучиться на тренера, и дальше уже как-то само собой, и как это началось, это началось очень по-женски, началось вообще с создания намерения просто, и очень многие вопросы, которые сейчас у меня происходят, да, когда мне нужен какой-то помощник, когда мне нужно помещение для тренинга и так далее, очень часто срабатывает именно написать намерение, его создать с утра, расслабиться, и приходит какой-то ответ, приходит решение, и вот это как раз есть по-женски, да, когда не от ума это решается, не от большого количества действий, иногда достаточно просто расслабиться, довериться, сформулировать чётко, что ты хочешь, и приходит какое-то решение, у меня это было не один раз. И, кстати, Фаина говорила о том, что женщины работают не ради денег, я вот сама сейчас уже, когда делаешь, занимаешься делом души, да, то я понимаю, что когда я начинаю думать про деньги, у меня начинают, наоборот, их меньше приходить, отпаливаются клиенты. Я начала думать о той пользе, которую я несу, я думаю, я буду давать больше пользы, и люди всё равно, ну, то есть это невозможно, то есть это процесс обмена, да, и оно придёт, но когда я заточена только на деньгах, это не происходит, это не происходит. А когда ты в мире, бывает даже так, что ты делаешь то, что у тебя идёт из души, да, просто от чистого сердца и с удовольствием, деньги могут приходить даже не вот от этого там конкретного бизнеса, а откуда-то вообще из другого места, извините. У меня вообще недавно была тоже такая ситуация, я хотела одно обучение, но понимаю, что я сейчас в этом себе не могу позволить. Я легла с намерением, что, блин, я хочу это обучение. Просто вот хочу и всё, вот безусловно, не думая рационально, есть у меня на это деньги, нет. Я просыпаюсь с утра, у меня приходят там деньги, покупает там VIP-пакет, например, мужчина своей жене, вот, потом там приходит просто благодарность от моей подруги в виде денег, которая там проходила мой марафон, хотя я вообще от неё не ждала, и, блин, ну, она скидывает больше, чем я ожидала. И потом мой папа, который вообще мне никогда денег не давал раньше и говорил, иди за работу, скидывай. Скидывай, у меня чётко эта сумма на это образование. И за один день, понимаете, произошла. Вот это, наверное, по-женски. Когда ты создаёшь, что ты не хочешь, и просто думаешь, блин, я не знаю, просто я этого хочу. Но ты не привязываешься, да, что ты не идёшь там, не добываешься, вот этого нет. Вот это очень тонкая грань, её очень круто бы прочувствовать. Да, этому можно легко научиться. Я называю это успех по-женски, вот если именно говорить про успешность, да, этому легко научиться, поэтому мы с Олечкой приглашаем вас на свои курсы. Выбирайте, кто вам больше нравится, бронетка или блондинка. А мне кажется, знаешь, у нас уже девчонки мои проходят твои курсы, твои проходят мои, короче. Это уже нормально, потому что у меня, знаешь, даже нет, вот тоже бизнес по-женски, да, казалось бы, мы с тобой а-ля конкурентки, типа, да, но у нас нет этого переживания, потому что мы в доверии, каждый понимает, что ко мне придут мои люди, к тебе придут твои. Конечно. Мы делимся, усиливаем друг друга, вдохновляем друг друга, вот это по-женски. А можно закрыться, сказать, нет, это моё, я не поделюсь своими подписчиками, не поделюсь своими людьми. Меня многие спрашивали, как, Фаина, ты даёшь тренерские курсы, как, ты зачем обучаешь конкурента к самой себе? Я говорю, да вы что? Ну, то есть, чем больше, вот для меня самая главная важная цель, не чтобы я всех научила, а чем больше в мире будет женщин счастливых, довольных, красивых, женственных, у меня даже мурашки по коже, тем мир будет прекраснее. Поэтому чем больше будет женских тренеров, тем более, если которых я обучила, я точно знаю, что они ничему плохому не научат, этих женщин, да, что у них тоже будет такой же прекрасный посыл, то есть такая же внутренняя миссия, да, именно вот смотри, не деньги должны нас двигать, да, к этому, потому что реально у нас очень такая важная, ну, миссия, да, такая важная задача, ну, как бы вот, мы же работаем с психикой человека, это очень ценно, очень важно, очень тонко, и если мы будем ставить во главу угла деньги, да, то есть мы тогда можем что-то неправильно сделать, а когда именно наше искреннее желание поделиться тем, что действительно несёт свет, добро, любовь нам и другим, то тогда и деньги сами с собой приходят. Ну, вот у нас скоро с тобой эфир закончится, осталось совсем немного, я не знаю, тут вопросы есть ещё или нет, я думала, может, на вопросы поотвечать. Девочки, ответьте нам, пожалуйста, полезно, неполезно, какие-то инсайты, я всегда говорю, пишите свои какие-то выводы, потому что пока вы их не пишете, ничего не откладывается, подумайте, что было для вас ценно, что вдохновило, что зарядило, может быть, какие-то ответы вы ещё хотите получить, напишите нам. Вот Ксения тут написала, я не видела, вот, напишите, я тоже вспомнила это задание, я, видимо, у меня комментарии, надо было прокрутить, для меня это было, ой, ой, куда-то меня, так, ой, тут так много чего написали, а я не видела, давай почитаем немножечко, так, я сейчас обратно перемотаю. Я тоже тут смотрю. Так, вот Ксения пишет, для меня это было откровенное, так, кто-то ещё пишет, вообще ни разу не легко, так как это не шаблонное поведение, тем более контакт близости, когда и ты не всегда готова, и партнёр с незнакомым человеком. Это, видимо, был комментарий к тому, что мы там что-то говорили, про секс, наверное. Вот, Ксения пишет, да, из мужского состояния, потому что, ну, вот то, что я рассказывала про красотку Ксению, вот она Ксения, а дизайн by Ксения Скрябина, можете, кстати, к ней зайти, посмотреть на эту красивую женщину, какие она красивые дизайны делает, так, конкуренцию чувствовали, а, мужчины конкуренцию чувствовали, так, Олечка, если видишь какой-то интересный вопрос, у меня вообще не все высвечиваются, так интересно, но... Ну, вот я тоже начала... Те, которые я не вижу, Ксения. Да? Странно. Ну, то да. А, кстати, может быть, на твоей странице, хотя они должны быть одинаковые, то есть наш эфир сейчас идёт на две страницы. Ну, да, не знаю. Очень ценный эфир, девочки, пишут. Благодарим, благодарим вас, девочки, постараемся сейчас, я сейчас постараюсь его сохранить, и надеюсь, что вы ещё можете его посмотреть. Ну, и можете пересылать подругам. Была на курсе Уфаина, ЖЖС-4, супер. Ой, благодарю, Аленочка, благодарю. Ой, тут вот ещё. Хочется попрактиковать такое состояние и притягивать женское состояние. Welcome к нам на курсы, девочки. Если вам хочется попрактиковать эти состояния, то приходите либо на Олечкины курсы, либо на мои курсы. Они причём у вас приходят в разное время. Я провожу вообще курс раз в три месяца только, большой. И есть такие маленькие точечные либо вебинарчики, либо мини-курсики. Ну, кстати, вот скоро будет семь состояний женщины. Это вот хозяйка, любовница, королева, муза, волшебница, жрица-богиня, семь состояний таких, будет такой мини-курс. Поэтому вы следите за новостями, я его анонсирую, и можете присоединяться. А у меня это любовь к себе. Займись собой любовью в мае уже, следующий поток. Вот, поэтому выбирайте, да. Выбирайте любые курсы. Я думаю, что вам понравятся и мои, и Олечкины. И, придя на один курс, вам захочется пойти ещё и на второй, и на третий, потому что в любом случае всё это очень интересно, познавательно. Я свою женственность открывала несколько лет. Причём тогда не было таких проводников. И вот даже Олечка говорит, семь лет назад это была ещё тогда, ну, такая неизвестная тема, да. А когда я начинала, когда я начинала вести вообще эти тренинги, в 2008 году был мой первый тренинг, когда я сама его проводила. Это было вообще, ну, то есть таких, ну, как бы, женских трениров было вообще мало. И тема это вообще была, многие женщины говорят, да я и так женщина, зачем мне быть женщиной. И подруги их тащили вот так вот за руку. То есть никакой рекламы у меня нигде не было. То есть чисто вот только сарафанное радио. Ну, как, впрочем, и сейчас. Ну, всё, у нас осталось две минутки. Я боюсь, что, ну, я хочу вовремя замешать, чтобы эфир точно сохранился. И надеюсь, Олечка, мы с тобой тоже выйдем. Будем почаще выходить. Да. Какие-то вот интересные темы. Девочки, пишите нам, на какие темы вы бы хотели, чтобы мы вот так вот поболтали по-женски с вами. Хотелось бы, конечно, с вами ещё поболтать, а то мы, получается, с Олечкой поболтали. Очень благодарю за эфир, очень интересно, сияете, вдохновляете. Благодарю. Благодарю, девочки. Спасибо вам большое. Всё, целуем вас, обнимаем. Спасибо, Фаина, тебе очень спасибо за то, что пригласила. Мне всегда приятно, всегда интересно. Спасибо, что ты мне предложила ещё неделю назад, что давай проведём эфир. Я говорю, да, давай, а потом что-то как-то я подзабыла, а потом вот вспомнила, вдохновилась. Хорошо. Да всё, целую, обнимаю. Хорошего вечера. Олечка, тебя и всех девочек. Да, я тебе тоже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok